Ну и вот тут еще несколько новостей от Американского института изучения войны. Они считают, что наступление вооруженных сил Российской Федерации в Украине замедлилось. Силы Вагнера под Бахмутом близки к кульминации. То есть они уже вышли на плато и практически большего показать на сегодняшний день они не смогут. По нескольким причинам. Начиная от того, что по оценкам военных экспертов силы частной военной компании Вагнера были где-то в пределах 40-45 тысяч. Сегодня Вагнер насчитывает порядка 7 тысяч. Это данные разведок и аналитических агентств, западных агентств, которые так оценивают силы Вагнера. Поэтому считается, что на сегодняшний день темпы атак снижаются, имеют тенденцию к снижению. Допустим, если раньше они проводят от 20 до 29 наземных атак ежедневно, то ранее, буквально еще несколько недель назад, количество атак составляло 90-100. Это имеется в виду, вы не равняйте сразу с цифрами, которые я вам называл из сводки Генерального штаба в оперативной обстановке. Потому что Генеральный штаб считает атаки на всех направлениях, где они атакуют. А это имеется в виду атаки, посчитанные уже на тех участках фронта, где непосредственно воевали бойцы подразделения Вагнер. Плюс они растянули свои участки и на сегодняшний день активность фактически снизилась. Есть проблемы с успешным продвижением, где-то они отступают, даже уже начались такие моменты, наши возвращают себе позиции. Поэтому на сегодняшний день считается, что наступление забуксовало Российской Федерации. Что бы там ни говорили со стороны России, что они уверенно идут вперед, что они начинают формировать верхнюю губу больших плещей вокруг северской группировки войск. От Кременной наступая на Лиман, там практически их наступление вообще оккупировано. Так что далее, скорее всего мы подошли к тому моменту, когда еще может быть неделька, дней 10 и уже начинается спад активности российских войск и подразделений частной компании Вагнера. Вагнера, но и далее их уже не заменят регулярные части российских войск, как это было в Солидаре. Там они перехватили инициативу и продолжили в том же темпе, потому что российские войска тоже несут колоссальные потери на этих оперативных направлениях. Это что касается ситуации на Бахмутском и Лиманском направлениях. Плюс усилий российских войск, как частных военных компаний, так и регулярных войск в плане осуществления наступательной операции российскими войсками по захвату Донецкой и Луганской области в административных границах.